Да, правильно Дима Гончаренко тоже пишет, что на каждом кие, то есть если у вас очень плотный такой кие, вы ставите еще и каменную себе наклейку жесткую, то, поверьте, будет нелегко с ней справиться. Ну, нужна хорошая техника. Если у вас мягкий кие, вы хотите жестче делать удары, то повысить жесткость компенсирует вам жесткая наклейка. А если, допустим, вы наоборот хотите, у вас жесткий кие, а вам не нравится, что оно вот так вот тут все прям плотно, жестко, ну, мягкую наклейку надо ставить, в любом случае надо тестить все. В какой, почем играл самый дорогой колхоз по 50 долларов за шар? Да, это мой был самый дорогой, самая дорогая игра именно в колхоз. Всем привет, друзья. Так был штраф или нет? На первый взгляд, да, но не всегда реферис за такое штрафует, поэтому я спросил у Юрия Сагайдака, квалифицированного судьи, и вот его вердикт. Момент чистый. В новой редакции такой удар получил прозвище псевдопропих. Биток после ударения с прицельным шаром касается бокового, и от него уже по инерции движется вперед, что и создает искаженное восприятие момента. Проследить это глазами фактически невозможно, поэтому только после видеоповтора рефери принимает решение, полностью понимая ситуацию. Вот такой вот моментик.